Ребята, всем привет! Сегодня наше утро началось с того, что мы приехали на вокзал в Кабулете, вот он сзади меня, и мы взяли билеты, так как мы в понедельник уезжаем в Тбилиси. Взяли билеты на новый поезд, 48 ларей вышла стоимость, Ася уже не проканала, как ребенок у нас, потому что 12 лет, это уже полный взрослый считается. Это понедельник, а у нас еще есть 5 дней, чтобы насладиться отдыхом здесь, а сейчас мы поедем в Ботанический сад. Мы доехали на маршрутке из Кабулете до поворота, до развилки на Ботанический сад, но здесь железная дорога, вот мы решили прям по пляжу пройти. Здесь рядышком буквально 5 минут, и мы выйдем к одному из входов в него. Там просто ни указателя, ничего нет на этом повороте, и нам кто-то из местных подсказал, что здесь будет ближе всего, потому что если бы мы вышли на самом указателе на Ботанический сад, то там 6 километров идти пешком, либо нужно было ждать вторую маршрутку. Но мы решили прогуляться по берегу. Идем. Вон там, где тот пирс, вот туда нам нужно идти, и потом мы повернем наверх, и уже там будет начало Ботанического сада. Но здесь единственная дорога по вот этим вот булыжникам, поэтому обувь нужно одевать, конечно, удобную, что мы и сделали. Если вы хотите все посмотреть в Ботаническом саду, то рассчитывайте, что у вас на это уйдет где-то 3-4 часа, потому что территория Ботанического сада огромная. По нему ходят автобусы, то есть вы можете в одну сторону доехать, а на автобусе, а обратно пути пешком. И мне кажется, что даже нам не удастся все увидеть в этом саду. Смотрите, что я нашла на пляже. Это поломанный спиннер, он не крутится. Что только можно не найти. А я нашла вот такую ракушечку. На. Я устала идти. Ася задолбалась по этой гальке идти до этого пирса. Вставай, давай. А то я шла впереди, поворачиваюсь, Ася уже лежит. Вставай, мы уже почти пришли. Не повторяйте нашу ошибку, не идите по Галичному пляжу в Ботанический сад. Лучше с верхних ворот зайти по нормальной дорожке, да, или на маршрутке доехать прямо до ворот. Вот здесь лестница наверх, мы сейчас по ней поднимемся. И там уже рядышком. Мы на верном пути по прямой вход в Ботанический сад. Дошли. Пункт интересный. Годовой семейный абонемент. 100 лари. Каждый день ходить. Все из семьи ходят. Здесь так тихо и спокойно. И вот этот кусочек, и запах такой горный, свежий, мне напоминает Шерланку. Когда мы на Джангл Бич поднимались, помнишь, Ася? Да, мы заглудились. Да, и тогда ливень такой палил вообще. И мы целый день пролазили по джунглям. Гора. Идем в гору. У меня еще так голова болит с утра, конкретно. Сейчас буду анальгин пить. Что, Ася? Ты тоже, да, Светлая? Замученная. Тут очень жарко, а мы идем наверх. Бесконечная дорога в гору. Я уже сама еле иду. Вон там Батуми набережная видна вдали. Здесь смотровая площадка. И такой потрясающий вид внизу. Внизу мыфта Зеленого мыса. И мы потом посмотрели, если не будет дождя. Сместимся туда на Дашку Батуми. Очень красиво здесь. Такая красотища внизу. Вот там тоже с селфи-балками люди. Мы опять идем на горку. Я скажу, я перед отъездом сюда в Грузию купила такие говняцкие босоножки. Ась, покажи. Вот. У них застежка просто постоянно расстегивается. Я ее застегивала первый раз в 15. Потом просто плюнула на это дело. И иду так, как в шлепанцах. Ну ужас. Вообще невозможно. Там нужно что-то приделать или брак какой-то. А дело называется удобную обувь. На такую восьмикилометровую прогулку. Автобус едет. Ася, отходи. Вот такие вот автобусики здесь ездят. Но мы на него не сели. Потому что мы любим ходить пешком. Хватит все. Бесоко. Видишь, такой запах. Просто еще не такой. И если вы решите нарвать букетик этих красивых цветочков здесь, то вы заплатите штраф около 70 долларов. За цветок. Да. За один. Вот такой вот. Под нами находятся пляжи Зеленого мыса. На них никого нет. И они считаются самыми чистыми пляжами Батуми. Прозрачная вода. Красиво. Не знаю, пускают ли туда туристов. Конечно, да. Только нужно заходить не с ботанического сада. А потом, когда мы будем выходить с ботанического сада, я покажу, где к ним идет тропинка. Да, потому что мне бы хотелось искупаться. Да, возможно. Мы взяли, кстати, с собой купальники. Мы такие же цепочки видели. В скобулете, да? Да, да. Только здесь, они тут заплатят пляжи. А там все. Ну, там тоже нельзя рвать в таких местах ничего. Да. Я знаю, что подумала. Нашим попугайчикам, а детским, ты здесь хорошо живешь, да? Ты хочешь их путь, да? Надо было их с собой взять просто. Не знаю. Они улетят, они улетят. Здесь климат тропический. Чего они улетят? Нормально они тут будут. Ну, смотри, птички поют, их друзья. Ну, да. Поезд внизу едет. Там внизу железная дорога, которую мы переходили, когда шли с пляжа. Отсюда не видно. Мы сейчас спускаемся вниз по тропинке. Идти не могу дальше. У меня так голова болит с самого утра. Уже выпила анальгенчик, который предусмотрительно взяла с собой. Зато вчера было очень весело. До четырех утра гуляли. А сегодня с утра мне плохо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, но еще летит. Не слезу, не слезу. Слезешь? Ты же залезла как-то туда. Мама, прыгай. Мама, прыгай. Да, прыгай. Да, давай уже слезь. Да, я не могу. Вода. Да, кстати, мы идем, название не читаем. Деревья, давай читать. На территории ботанического сада кафешек никаких нет. Поэтому лучше запастись с собой едой. Бутерброды берите, что-то такое. Мы вот утром были в кафе. Взяли с собой хачапури, сейчас Ася будет кушать. Там была большая порция, поэтому мы ее не доели и взяли с собой. Здесь вообще в Грузии все порции гигантские. Мы не то, что не доедаем, мы оставляем, наверное, больше половины. Но иногда вот в таких случаях забираем что-то с собой, просим, чтобы нам завернули. Да? Здесь на территории можно купить воду, напитки. А вот поесть можно уже, когда вы уже выйдете, получается, за ворота ботанического сада. А я тебе там салфетку влажную. Руки грязные. Да. Мы уже потихоньку идем к выходу, потому что сегодня солнца нет, затянуто небо тучами. И мы думаем идти на пляж сегодня... Здесь, да, на Зеленом Мысе пойти покупаться. Или в Кабулете. Я за второй вариант. Я вообще не знаю, пойдем ли мы сегодня куда-то, потому что такие тучи. Нет, я думаю, что на пляж можно спуститься, окунуться, да? Мне кажется, будет дождь, потому что душно. Да, парит очень сильно. Да. А завтра мы тут не можем никак решить, что завтра делать. Либо поедем в Уреки, там, где черные пляжи, черные пески, магнитные, лечебные. Вот. Либо поедем на границу с Турцией в Сарпи и в Квариате. Я не люблю ехать на маршрутках. И туда, и туда маршрутка. Но в Сарпи ехать дольше намного. Там где-то, наверное, 40 с чем-то километров. То есть, в Сарпи это турецкая граница почти? Ну да, это практически уже граница, да. Вот. Ну, либо поехать в Уреки, это намного ближе рядом с нами. А тут у Аси маршруточная болезнь, да, Аси? Не, просто я плохо себя чувствую, когда езжу в маршрутках. Аси маршруточная болезнь, да, Аси маршруточная болезнь, да, Аси маршруточная болезнь. Мы уже не помним, где мы были, где мы не были, да. Здесь такие серпантины. И для автобусов сделали вот такие зеркала, чтобы водитель мог видеть, что происходит за поворотом, чтобы людей не задавить, ни в кого не врезаться. Сейчас сфоткаю, подожди. Смотри, какой красивый, да, столовый? Сосна приморская. Мы сейчас направляемся в японские сады. Там слышится шум воды. Это может быть речка или водопады? Идем посмотрим. У нас на канале есть видео из Шри-Ланки, Джангл-Бич. Там мы гуляем по джунглям, и можно заметить, что природа совершенно идентична, то есть похожа. Да, у меня сейчас доживю, как будто мы опять на Шри-Ланке. Кстати, да. Такие же тропические деревья, растения. И, кстати, Одесский ботанический сад даже в сравнении не годится к вот этому большому. К этой красотищи. Мне кажется, мы улыбаемся куда-то не туда. Ну, туда люди идут, сюда, по этой тропинке. Никого нет, ни упадать, ни ничего. Нет, только что одна девочка с мамой шла по этой тропинке. Я уверена, что здесь многие люди могут просто нас, просто-напросто заблудиться. Мне так кажется. Мне кажется, мы уже заблудились. А вот тут какая-то лестница. И к нам защитить. Может, какая-то лестница или дальше по тропинке. Идем дальше. Мы, кстати, на Шри-Ланке тоже заблудились. И ничего, выкрылись. Я нашла свое идеальное место в ботаническом саду. Место, говорю, нашла себе идеальное. Я так устала идти, ноги болят, спина болит. Здесь легла, все. Я дальше не леглась. А ты уверена, что здесь можно лежать? Я не считала, честно говоря, что тут написано. Камера на тебя смотрит вдруг. Нету тут камеры. Выход на пляж. Идем на пляж? Да. Вот, кстати, по всему ботаническому саду есть фри-вай-фай зоны. Асина счастье, да? Неужели? И это очень удобно. Вот мы уже гуляем и видим, наверное, третий такой участок. Вот здесь скамеечки, столики. И можно посидеть в соцсетях. Это мне нравится. Это я не сомневаюсь. Я так подозреваю, что ты отсюда не уйдешь теперь. Мы уже вышли на пляж. Тут ничего такого нету, поэтому мы лучше пойдем на пляж в Кабулете. И этот человек говорит, что он устал ходить по ботаническому саду. Да, Ася? Ты устала? Это заметно, да? У нее пробежка. Ты же устала. Ты говорила, что ты уже идти не можешь. А ты бегаешь, тут калории сжигаешь. Я не на сменке. Что это? Слушай, стой. Шагомер или что? Сейчас. Я не расставала. Меня не пугают. Мы там шли, такое стадо коров стояло. Штук 50, наверное. И они все рогами на нас направили. Было страшненько. Наступил вечер. И это был наш третий день отдыха. Мы очень устали, так как сегодня мы прошли 23 593 шага. 23 километра мы сегодня протопали всего. С учетом ботанического сада этой прогулки. Но мы очень много ходили. Мои ноги очень сильно болят. Поэтому, наверное, мы сейчас идем домой отдыхать. Да, а завтра посмотрим. Или в Батуми поедем, или в Уреки. Посмотрим по погоде. Потому что сегодня вечером был дождь очень сильный. В Кабулете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...